Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Фейерверк все. Почему власти Барнаула приняли решение отменить праздничный салют в День города? Шансы на провал все выше. Жители Новоалтайского дома 1953 года постройки годами ждут, когда в подъезде поменяют гнилые трубы и застелят дыры. Поселки вблизи Барнаула могут исключить и сельские ипотеки. Как изменения восприняли барнаульские застройщики и риэлторы? Салюта на День города не будет. Решение приняли власти Барнаула, которые накануне скорректировали программу праздника с учетом проведения спецопераций и сложной ситуации в приграничных районах страны. Глава города на совещании в мэрии высказал надежду на то, что барнаульцы с пониманием отнесутся к такому решению, тем более, что некоторые жители сами предлагали в этот раз обойтись без фейерверка. Вячеслав Франк отметил, что ко дню рождения Барнаула подготовлена хорошая программа во всех районах города и в любом случае праздник обещает быть интересным. К другим темам. В связи с реконструкцией магистральных сетей городского водопровода в районе Павловского тракта и улицы Новороссийской с 10 вечера с сегодняшнего дня до 7 утра завтрашнего будет ограничено водоснабжение у жителей Октябрьского и Железнодорожного районов. Конкретные адреса отключения можно найти на сайте Барнаульского водоканала. Мера вынуждена, без нее не обойтись, уверены специалисты. Трудиться они будут всю ночь и к завтрашнему утру все работы по переключению водовода диаметром 600 мм обещали завершить. Я бы хотел обратиться к жителям, чтобы они отнеслись с пониманием. Эти работы необходимы. Реконструкция данных водопроводных сетей, магистральных водопроводных сетей диаметром 1000, диаметром 600 мм, диаметром 400 мм позволит сократить то, количество повреждений, которые у нас происходят на водопроводных сетях, позволит нам существенно снизить время отключения, которое мы производим, но и в целом повысит надежность водопроводной системы города Барнаула. Жители просят по возможности запастись водой. Специалисты надеются, что за ночь успеют завершить все намеченные работы. На этом участке сразу после работ поменяется движение транспорта. Мы планируем возобновить движение, восстановить движение по всем четырем полосам Павловского тракта. В том числе, начиная с сегодняшнего дня, будет восстановлено движение в районе МФЦ, улица Сельскохозяйственная. Получается пятая полоса, поворотная направо. А здесь восстановим, получается, завтра, 29 числа. Найти общий язык пока не удалось. Власти Барнаула накануне встретились с руководством Алтайского завода агрегатов и жителями микрорайона Малой Пруцкой. Напомню, в этом году объявлен уже четвертый по счету конкурс с целью заключить контракт на услугу по понижению грунтовых вод в этом районе города. Оказать ее может только завод агрегатов. Впервые его руководство объявило причины, почему теперь отказываются от работы, которую выполняли долгие годы. Да, было принято решение об увеличении стоимости контракта, но каждый кубометр воды должен быть учтен. Это, кажется, главный камень преткновения. Раньше заводу платили из казны по 6 миллионов рублей в год за результат низкий уровень грунтовых вод в микрорайоне Малой Пруцкой, вне зависимости от объема работы. Однако в новом контракте, как требует закон, прописали строгий учет, то есть оплату за кубометры воды, повысив общую стоимость контракта до 12 миллионов в год. И тут у завода своя математика. Мы же все отлично знаем, как формируется тариф. То есть мы можем платить по счетчику в ТСЖ, а можем платить, извините, по одной двенадцатой. Вот мы вам предлагали в данном случае самый простой метод – одна двенадцатая, исходя из 12 миллионов, то есть миллион в месяц. Но эта услуга, она именно должна столько стоить. Примерно, вот сегодня плюс-минус. Расплачиваться за позицию завода приходится жителям целого микрорайона. В Малом Пруцком все лето затоплены подвалы, размокшие фундаменты. С советских времен вопрос решала та самая станция понижения уровня грунтовых вод, которую строили для этой части города и которая теперь в собственности завода. Если вы по кубатуре включаете насосы, предъявляетесь по кубатуре, выкачали бы эту кубатуру за месяц, мы за месяц получили эти 11 миллионов. Получается, контракт исполнен, отопление того жителей дальше, соответственно, это второй будет этап. Вот тут вас не ограничивают наоборот. Это ответы на вопросы завода, а что если воды придется качать слишком много, а через пару минут или слишком мало, тогда вообще не заработаешь. Устанавливать и содержать приборы учета тоже накладно, поэтому это хотят переложить на город. Но тратить бюджетные деньги на частные сети запрещает закон. Таких, а если, за час набралось немало. Ну мы не видим конструктивы все-таки от вас. Но вот просьба все-таки повернуться к нам лицом. И давайте сядем еще раз. Я не говорю, что вы лично определите тех людей, кто будет от вас. Это экономист, юрист. Мы со своей стороны. И все эти вопросы обсудим. Тариф, сроки действия контракта, разложим экономику, посмотрим по законодательству. Дальше вопрос будут решать рабочие группы двух сторон. Надежды найти общий язык к четвертому аукциону власти города не теряют. Николай Потешкин, Владислав Ковалев. День с толком. Пока ноги и руки целы. Что, впрочем, удивительно. Жители одного из домов старого фонда Новоалтайска обратились в нашу редакцию за помощью. Дыры в полу, запах плесени в перемешку с кошачьими экскрементами, пугающая реальность подъезда на ударника 26. Управляющая компания ситуации знает, но реальных действий пока не предпринимает. Подробнее в сюжете. Ковер из подорожника у подъезда расстелился, кажется, не случайно. Получить травму здесь не составит труда, особенно в темное время суток. Прорыв воды, и сюда все текло под пол. И текло уже примерно, наверное, с 17-го или 18-го года, потому что здесь все размыло, все отвалилось. Сырость, доски сгнили, лаги сгнили. На первом этаже и вовсе можно уйти под пол, рассказывает Павел. Один из жителей дома. Огромная дыра прикрыта лишь линолеумом. Несчастных случаев пока не было, но это пока. Я, конечно, была в шоке от того, что люди живут в таких условиях. То есть я стою, разговариваю с ним, и в какой-то момент мои каблуки просто провалились в этом полу. То есть пол настолько гнилой, под тяжестью 47 килограмм, пол просто обвалился. Депутат гурсовета Новоалтайска Мария Афонькина готова добиваться справедливости вместе с жителями дома. С Павлом оббивают пороги управляющей компании. К слову, причина столь удручающего состояния подъезда и квартир на первом этаже дома 1953 года постройки – сгнившие трубы. Все, чем пока помогли в управляйке, поставили на них хомуты, чтобы остановить многолетнюю течь. Сейчас идет разговор, как меня, через верх, под низом или вдоль стены в квартире. Этот разговор идет уже очень долго, месяц, наверное. Приду, к Лагно ходил. Это кто? Это управляющая компания. Пообещал, что будем делать. Ну и все делаем. Руководитель управляющей компании Александр Александрович Лагно. К сожалению, на телефонный звонок он и так и не ответил. И я заглянула к начальнику юридического отдела. Совсем недоброжелательный был прием. Очень резкие, грубые ответы, я бы так сказала. И, к огромному сожалению, мы не пришли к общему, так скажем, согласию. Объясняя тем, что очень маленькие вот эти взносы жильцов и той суммы, которая необходима для замены пола, либо для вот именно замены трубы, не имеется возможности, так скажем, финансовой. Мы тоже дважды пытались дозвониться до руководителя управляющей компании, но тщетно. А вот Павел все еще надеется, что хотя бы в сентябре трубы и пол поменяют. Правда, на всякий случай уже продумывает, как можно самостоятельно закрыть дыры в зимний период. К слову, дом не признан аварийным, и подобных в округе достаточно. Люди живут, сами ремонтируют, что-то делают. Вот как вот этот пенсионер, мужчина. Закрывают дырки в полу обычными досками. Управляющие компании никак не реагируют. Мария Афонькина все еще надеется на решение проблемы жильцов 12-квартирного дома в месте СУКа. Но готова при необходимости написать о ситуации на Ударника 26 и на сайт президента страны. Ведь так жить нельзя, уверена она. Подорожник, даже в таком изобилии, находящийся под окнами дома, точно не поможет. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнаульском аэропорту задержали иностранца за курение в самолете. Оказалось, что 44-летний мужчина во время перелета из Москвы в Барнаул курил электронную сигарету в туалете. После инцидента в дежурную часть поступило сообщение. Нарушителя задержали по прибытию. Также на курильщика составили протокол об административном правонарушении. Сейчас ему грозит штраф 1500 рублей. В транспортной полиции напомнили, что за курение на борту самолета авиакомпании и вовсе вправе отказать пассажиру в дальнейших перелетах. Фирсово, Санниково и другие коттеджные поселки вблизи Барнаула могут исключить и сельской ипотеки. Минсельхоз России предложил запретить оформлять льготные кредиты на покупку или строительство домов в населенных пунктах, которые расположены менее чем в 50 километрах от административных центров. Как возможные изменения восприняли барнаульские застройщики и специалисты рынка недвижимости, расскажет Елена Макаренко. Первомайский район, пригород Барнаула – одно из привлекательных мест для строительства дома. И пока они здесь росли как грибы. Во многом благодаря льготным кредитным госпрограммам, в том числе сельской ипотеке. Заем на строительство или покупка уже готового дома всего по 3% годовых недалеко от города прельщал многих. Но ситуация, возможно, скоро изменится. И сельской ипотеки хотят исключить населенные пункты в радиусе 50 километров от города. Эту программу придумали для чего? Чтобы молодежь задерживалась на селе, соответственно, люди оставались, возвращались в деревню, получали эти льготные дома. А сейчас, можно сказать, за деньги Министерства сельского хозяйства люди себе коттеджи строят вокруг городов. Это немножко не то, ради чего это все придумывалось. Поэтому сейчас предложение от Министерства сельхоза эту границу отодвинуть. И там звучала цифра 50 километров. В нашем случае вот как раз все то, о чем мы говорим. Фирсово, Ботаника, Палитра – все за эту границу у нас с вами переходят. Ну и пускай она будет 10 километров от города. То есть приезжаем к Фирсово, мы видим загородный дом. Для меня это уже село. То есть другого восприятия нет. Не может пригород, так скажем, относиться к городу, потому что там нет многоэтажной застройки. Правильно? То есть там все одноэтажные дома. То есть то, чему отвечает программа фактически. Эксперты Барнаульского рынка недвижимости изменения в программу ожидают уже осенью. Относятся к ним неоднозначно. Говорят, мало кто из городских жителей согласится строить дом в глуши. Но в то же время уверены, рынок и к этим нововведениям адаптируется. Покупатели, к примеру, смогут брать льготные кредиты на дом по другим госпрограммам. Тем более, что соблазнительные по сельской ипотеке 3% годовых весьма сомнительны из-за пункта в договоре могут измениться до ключевой ставки Центробанка. Клиент, когда выходит на сделку, это и так сложно. Это, как правило, единственный раз в жизни. И он говорит, а неужели у меня такое случится? Но все равно у нас люди оптимисты. И они говорят, ну, со мной такое не произойдет. Дай бог выплыть, что там побыстрее. Вот, идут, рискуют. То есть, конечно, хотелось бы конкретики. То есть, если 3%, то это навсегда. Фиксированная ставка, да. То есть, чтобы не было такого вот смятения. Есть и другие нюансы программы. Сельскую ипотеку по-прежнему выдают всего несколько банков, что не очень удобно, говорят эксперты. С июля введен механизм эскроу-счетов. То есть, деньги от банка клиент и застройщик могут увидеть лишь после введения дома в эксплуатацию. У многих подрядчиков возникает вопрос, а строить на что? И остается момент с объемом субсидий из федерального бюджета. Деньги на кредиты, как правило, быстро выбирают. И если сравнивать то количество заявок, которые подают наши клиенты на эту программу, с тем, сколько реально удается одобрять и вводить в сделки, примерно соотношение такое, я бы сказал, 40% только удается вводить. Как раз в том числе из-за того, что лимитов в очередной момент, когда клиент уже готов выходить в сделку, их нет. И все же эксперты надеются, что сельская ипотека, несмотря на все нюансы, продолжит жить. По их мнению, этот проект до сих пор был неплохим импульсом для развития пригородов и сел. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. В Тюменцевском районе впервые начали выращивать сеянцы сосны обыкновенной. Для восстановления лесного фонда региона в лесопитомнике, который находится в селе Вылково, построили теплицу. Почему так непросто выращивать сосны, выясняла моя коллега Мария Костылева. Это лесопитомник в селе Вылково Тюменцевского района. И раньше сосны здесь не выращивали. Теплицу построили в прошлом году, сделали первый посев. Получилось. Сосны прижились, теперь процесс отлажен. Однако, чтобы из этих малышек выросли взрослые деревья, нужен должный уход. И это непросто. Это ежедневный, ежечасный мониторинг этого, температуры, солнечной активности, чтобы все это работало, система сбоя не дала вовремя не зашториться или не открыться форточки, что вентиляция не произойдет, может сеянцы свариться. Это полив постоянно, это постоянная прополка. На всех этапах роста за сеянцами следят, как за малыми детьми. Если нужно, подлечивают. В первую неделю жизни мы уже делаем анализы. И тогда уже смотрим, хватает ему, либо не хватает микроэлементов для дальнейшего роста. Если не хватает, то назначаем о принесении удобрения. Здесь же в лесопитомнике и заготавливают шишки для выращивания новых деревьев. Лучший верный помощник – так называемая шишка-сушилка. Кстати, таких в регионе всего две, в Первомайском районе и тут. Аппарат старенький, 60-х годов, но проверенный. Сейчас он стоит без дела, ждет, когда подоспеет партия шишек. Начинается сбор ее с конца октября, с начала ноября. Ну, в зависимости от погодных условий, чтобы не сырые, чтобы дождей не было. А желательно, чтобы не носовые температуры были. Вот, закупаем мы сосновую шишку, складируем ее. Когда уже набирается у нас необходимый объем, вот, мы начинаем рассушку, запускаем в работу шишко-сушилку. В шишко-сушилке температура может достигать до 40 градусов. И этого вполне хватает. На трубе, по вот этой попадает, вот в этот ящик. С ящиком его лопатой кидаем в печку. Печка топится, получается тепло. Тепло подается на сушильную камеру. Полученные семена сосны отправляются на экспертизу, получают паспорт в схожести, затем хранятся в морозильной камере при температуре до минус 10 градусов. В таких условиях они могут пролежать десятилетия, а потом прорасти. Сейчас здесь находится примерно 600 килограммов семян. Хватит на целый лес. А пока они ждут своей очереди, к высадке готовятся уже подросшие сеянцы. В этой теплице 555 тысяч сеянцев сосны возрастом около двух месяцев. И уже этой осенью их планируют высадить на лесокультурную площадь нашего региона. Так, благодаря Вылковскому лесопитомнику в Тюменцевском, Павловском, Угловском, Новичихинском и Завьяловском районах подрастают новые хвойные, которые потихоньку превращают окрестности в маленький лес. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле открыли обновленную городскую доску почета. Заслуженные места на ней заняли те, кто внес ежедневно и продолжает вносить вклад в развитие краевой столицы. Это 25 барнаульцев и 19 трудовых коллективов. Подробнее в сюжете. Добрый день, дорогие друзья! Жители города трудовой славы Барнаула! Слава и гордость Барнаула! Так в городской администрации в преддверии Дня города торжественно открыли обновленную доску почета. В этом зале сегодня присутствуют мастера своего дела. Вы – гордость нашего города. Ваши успехи – пример для наших барнаульцев. Примите искренние слова благодарности за ваш труд, за ваше неравнодушие, за вашу любовь к родному городу. За достойный вклад в социально-экономическое развитие города, наилучшие результаты в работе и достижения в творческой общественной деятельности наградили 25 барнаульцев и 19 коллективов организаций. Прежде всего, в год семьи чести появиться на доске почета удостоились те, кто отдает свое время и силы детям. Ирина Гончарова воспитывает 11 детей – троих кровных и 8 приемных. С ребятишками любим заниматься спортом, любим ездить волонтерством, заниматься в детские дома и вообще помогаем детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Проводим различные праздники. Это так же, как у нас на ТОС и с выездом в детские дома, в различные центры помощи для детей. Среди других отличившихся – представители образования, культуры, медицины, транспорта, спасатели и правоохранители. Это очень приятно. Эмоции, не описать, наверное, словами, поток эмоций. Меня занесли на доску города в связи с тем, что я победитель муниципального конкурса «Воспитатель года 2024». За мои заслуги, наверное, в дошкольном воспитании я музыкальный руководитель, отдаю сердце детям. Поздравить барнаульцев собрались творческие коллективы города. Им также вручили свидетельства о занесении на доску почета и подарки. Мы, конечно, с гордостью отмечаем, что каждый год у нас много фамилий, которые звучат в этом зале. Приходит много коллективов, которые удостоены этого звания. Я бы хотела отметить, что сегодня вместе с награжденными в зале находятся их близкие. Я бесконечно поздравляю вас от лица всех депутатов и желаю всем здоровья. Желаю всем счастья, желаю всем крепких семей. Юлия Щепина, день с толком. Восемь дней, восемь отрядов, восемьдесят наставников и четыреста детей со всего Алтайского края. В детском оздоровительном образовательном лагере «Березка» завершилась профильная смена движения первых. На закрытие смены побывала наша съемочная группа. Так подошла к концу профильная смена движения первых «Время первых» в Сибирске «Артек». В детском оздоровительном образовательном лагере «Березка» первые насыщенные плодотворно завершили свое лето. Смена прошла невероятно продуктивно. Узнал очень много нового про наш край, про то, как он будет выглядеть в будущем. Сам проектировал то, как он будет выглядеть в будущем. И достаточно много узнал об вообще движении первых. Смена мне очень нравится. Я была на Сибирском «Артеке» в прошлом году. И Сибирский «Артек» в 2024-м – это просто место встреч старых друзей, место новых знакомств. Очень яркая программа, мне все очень нравится. Ребята прошли конкурсный отбор. Всего в смене поучаствовали 400 детей из 50 муниципалитетов края. Уникальность смены в том, что мы каждый раз пишем новую программу в зависимости от запроса ребят. У нас работает детская дирекция, с которой мы заранее прорабатывали какие-то проблемные вещи, которые здесь, они и с проблемой перейдут в деятельностный результат. И решили, что эта смена будет в концепте «Хранители времени». И мы прорабатывали ценность времени, важность им делиться, важность его распределения. Атмосфера, движение, знания, энергия, забота – все это названия отрядов. Всего их восемь. Каждый посвящен определенному профилю. 80 наставников из разных отраслей, теорией и практикой вовлекали ребят в профессиональные сферы. По итогу смены каждый отряд разработал проект «Портрет будущего Алтайского края». Проекты представили губернатору Виктору Томенко. Все мы задумывались над тем, какое будет общество в будущем. И чтобы как-то это раскрыть, мы создали образ энергичной веры, которая родилась в 2068 году в городе Барнауле. Всю жизнь хотела сделать что-то на благо нашей большой страны и на благо нашего края. И она изобрела лекарство «Костероз». У вас получился такой полет фантазии на самом деле. Да, это очень важно. Кроме того, для ребят работало 11 клубов – творческих, спортивных, патриотических и интеллектуальных. Движение первых – это просто огромная площадка для развития. Каждый человек для себя может найти что-то подходящее. Губернатор края поздравил ребят с закрытием смены. Мы действительно вами гордимся. Вы и есть будущее Алтая, будущее Алтайского края. Я убежден, что многие из вас, пройдя свой путь развития, вы обязательно свой вклад, свою лепту, свой след в истории нашей страны в ближайшем будущем обязательно оставите. Кстати, смену организовали специально в конце лета, чтобы ее участники с горящими глазами приехали в свои первичные отделения и с новой силой начали развивать движение. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok